Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за сентябрь 2018 года. И традиционно хотелось бы начать с краткого анализа, рассмотрения тех налоговых споров, которые стали предметом рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам. Во-первых, хотелось бы начать с дела технохим. В данном деле судебная коллегия сделала вывод о том, что налоговые органы не могут оценивать при проведении разных налоговых проверок одни и те же факты, налоговозначимые факты по-разному. Иначе говоря, по сути дела, судебная коллегия указывает на то, что налоговые органы должны быть последовательны в своих выводах. Вообще, эта позиция, этот подход очень интересный, поскольку, по сути дела, связывает налоговые органы теми выводами, которые содержатся в предыдущих налоговых проверках. И в том случае, если в последующих, будущих налоговых проверках будут оцениваться те же налоговозначимые факты, то в данном случае налоговые органы должны учитывать ту оценку, которая давалась этим фактам в предыдущих налоговых проверках. Следующее дело – это дело «Медицинский центр. Сибирское здоровье». Вообще, это дело было связано с применением нулевой ставки по налогу на прибыль медицинскими организациями. Но на самом деле это дело нужно рассматривать в связке с делом «Технохим». Потому что в этом деле судебная коллегия также указала на то, что налоговый орган занимал непоследовательную позицию при рассмотрении соответствующего вопроса о возможности применения нулевой ставки. Вообще, вот эти два дела «Медицинского центра» и «Дело технохим», они, по сути дела, говорят о том, что в современной налоговой практике формируется такой своеобразный принцип непротиворечивости действий налоговых органов. Вообще, этот принцип уже проявлялся и в других делах и, в общем-то, продолжает использоваться Верховным судом при рассмотрении налоговых дел. Поэтому, конечно же, налогоплательщикам необходимо обратить внимание на данный аспект. Следующее дело – это дело компании инвестиции. В данном деле рассматривался вопрос о возможности применения вычетов по объекту недвижимости, который строился. При этом здесь рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик переходил с упрощенной системы налогоблажения на общую систему налогоблажения. И, соответственно, возник вопрос, имеет ли право налогоплательщик применять вычеты по НДС. Вообще, следует заметить, что данный вопрос уже затрагивался Верховным судом в обзоре по судебной практике, которая касалась как раз упрощенной системы налогоблажения. Но суды при рассмотрении дела по компании инвестиции, в общем, эту позицию не учли. Поэтому Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение. Но, по сути дела, это решение в пользу налогоплательщика, поскольку акты нежестоящих судов, когда они отказывали, в них был отказ налогоплательщиков в удовлетворении требований. Возможно, что при новом рассмотрении все-таки требования налогоплательщика удовлетворят. Следующее дело – это дело Галлополимер-Кирово-Чепецк. В данном деле, оно, кстати, было принято уже в пользу налогового органа. В данном деле был сформулирован алгоритм оценки доходов, которые выплачиваются иностранному лицу. Соответственно, в том случае, если, исходя из оценки соответствующих доходов, такие доходы признаются пассивными, то в этом случае они подлежат обложению на территории Российской Федерации. А значит, у лица, российского лица, который выплачивает соответствующие доходы, возникает обязанность налогового агента. Ну и, наконец, еще одно дело – это дело Пратчина-Очакова. На него особое внимание обратили специалисты. В данном деле рассматривалась ситуация, когда облагался объект недвижимости налогом на имущество, поскольку в соответствующем реестре этот объект отражался. Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств, дело следовало, что соответствующего объекта, он, по сути дела, отсутствовал. То есть, получалось, что облагался отсутствующий налогом на имущество, облагался объект, который, по сути дела, отсутствует. И, исходя из принципа экономической обоснованности, судебная коллегия пришла к выводу о том, что в такой ситуации облагать отсутствующий объект налогом нельзя. Но здесь следует заметить, что на самом деле эта позиция Верховного суда, она не новая. И, в общем-то, схожая позиция в отношении транспортного налога была изложена в деле Римас Лимитед. Это было, если не первое, то одно из первых дел Верховного суда, реформированного Верховного суда. И в деле Римас Лимитед также была сформулирована позиция о недопустимости обложения имущественным налогом отсутствующего объекта. Так, ну, в общем, по актам судебной коллегии по экономическим спорам все. Но здесь следует сказать, что было достаточно много интересных выводов и в отказных определениях Верховного суда. И начать хотелось бы с дела первый мурманский терминал. В данном деле рассматривалась ситуация, когда лицо получило требование о предоставлении документов и информации о конкретном налогоплательщике. То есть требование было выставлено на основании статьи 93.1 НК РФ. Однако налогоплательщик, точнее лицо, которое получило соответствующее требование, отказалось представить запрашиваемые документы, поскольку в требовании не указывалось, в связи с проведением каких контрольных мероприятий запрашиваются соответствующие сведения. Однако налоговый орган посчитал, что отказ неправомерен, привлек лицо к ответственности, и суды поддержали налоговый орган в соответствующем решении. При этом судами указывалось на то, что вообще отсутствие указания на то, какое контрольное мероприятие проводится и в связи с каким контрольным мероприятием запрашиваются документы, это все формальное основание, которое, по сути дела, не влечет в недействительность требования. И в данном случае судья Верховного суда поддержал, точнее поддержала подход ниже стоящих судов. Но здесь следует обратить внимание, что на самом деле в статье 93.1 НК РФ действительно указывается на то, что в требовании о предоставлении соответствующих сведений о том или ином лице необходимо указать, в рамках какого контрольного мероприятия происходит соответствующий запрос сведений. Но, как видите, несоблюдение данного положения, статьи 93.1 НК РФ, не влечет в незаконности требования. Вообще данное дело, Первый Мурманский терминал, показывает, что современная налоговая практика, в общем, достаточно лояльно относится к тем процессуальным нарушениям, которые допускаются налоговыми органами. И в большинстве случаев суды указывают на то, что те или иные нарушения, они не влекут незаконности действий, либо незаконности тех или иных документов налоговых органов. Следующее дело – это дело финанс-бизнес-развития. Это микрофинансовая организация, и в данном деле также рассматривался определенный процессуальный вопрос. В деле рассматривалась ситуация, когда апелляционная жалоба была оставлена без рассмотрения, но при этом налогоплательщик в любом случае обратился в суд с оспариванием актов нежестоящего налогового органа. Однако суды указали на то, что по сути дела налогоплательщикам не соблюдена процедура досудебного обжалования оспариваемого решения налогового органа. И было указано на то, что само по себе оставление апелляционной жалобы без рассмотрения не говорит о том, что соблюден досудебный порядок обжалования. На самом деле такой подход не новый и встречается в судебной практике, но в любом случае налогоплательщикам следует иметь в виду данный подход. Ну и, наконец, еще одно дело – Арктик, море нефти, газ, разведка. В этом деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик учитывал отдельные элементы недвижимого имущества в качестве самостоятельных инвентарных объектов. И при этом отдельные инвентарные объекты рассматривались налогоплательщикам в качестве движимого имущества, и, соответственно, в отношении такого имущества применялись льготы, которые предусмотрены в отношении движимого имущества. Однако суды рассмотрели функциональное назначение движимого имущества и указали на то, что на самом деле это имущество является неотъемлемой частью недвижимого имущества. В данном случае речь шла о плавучей буровой установке. И было указано на то, что без такого спорного имущества недвижимого имущества, по сути дела, функционировать не может. А это значит, что в данном случае спорные объекты должны рассматриваться как неотъемлемая часть недвижимого имущества, и учитываться эти объекты должны в рамках соответствующего недвижимого имущества. А значит, применять льготы, которые предусмотрены в отношении объектов движимого имущества, нельзя. Вообще следует заметить, что действительно налогоплательщики очень часто пытаются разделить объекты недвижимого имущества на составные части и, соответственно, применять к ним различные правовые последствия. Но в большинстве случаев у них это не получается, поскольку если спорные объекты являются важной функциональной частью недвижимого имущества, то в большинстве случаев указывается на то, что они должны следовать судьбе недвижимого имущества, в том числе следовать судьбе... Ну, в отношении них, точнее, должны применяться те же налоговые последствия, как и в отношении недвижимого имущества. Так, ну, на этом всё. Спасибо за внимание. До скорых встреч.